Евангелие от Матфея 12 стиха Когда я очень давно был в воскресной школе В воскресную школу я попал не как учащийся уже Я был учеником где-то 9 класса приблизительно Я преподавал в воскресной школе И мы это называли «золотым правилом» И я думал, ох, как интересно Наш пастор придумал, назвал вот такое золотое правило Придумал, так интересно А действительно, как хотите, чтобы с вами поступали люди Так поступайте и вы с ними Это ж насколько просто сказано Так оно все понятно И это действительно золотое правило А потом я понял, что это не пастор придумал А это золотым правилом Называют очень-очень многие христиане И сегодня живущие в нашем мире проповедующие Говорят, что это золотое правило И действительно, на первый взгляд Очень все просто и понятно Как хотите, чтобы с вами поступали люди Так поступайте и вы с ними Ибо в этом закон и пророки В этом закон и пророки Когда я спрашиваю очень многих людей Которые начинают Библию читать Они говорят, что Библия это крайне сложная книга Это очень сложная книга Там очень много есть всего такого, что непонятно Очень много есть такого, что написано Что вообще непонятно, а людям ли написано То есть сможет ли человек в принципе Это выполнить, то, что написано Настолько невероятно сложная задача Предстоит перед людьми И также там есть очень много текстов Которые совершенно непонятны И таким людям, я говорю, есть одно Такое золотое правило И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди Так поступайте и вы с ними И в этом закон и пророки Это слова Иисуса Христа И справедливости ради надо отметить Что до Иисуса Христа До того, как это произнес Произнес Иисус Христос Но это правило люди уже знали Те или иные очень известные люди Там начинают Конфуция И каких-то достаточно известных раввинов Они повторяли эти слова Немножко меняя местами Интерпретируя Не делая соседу то, что ты не пожелаешь Чтобы тебе делали и так далее и тому подобное И это правило пытались людям Рассказать и внедрить Как какую-то некую Такую очень хорошую идею для жизни Но, братья и сестры Я сегодня, знаете, когда я Был вот ребенком Преподавал в воскресной школе То я думал, как все очень просто Вот хочешь, чтобы с тобой поделились Игрушками То поделись ты игрушками Хочешь, чтобы тебе сделали что-то хорошее Сделай ты человеку что-то хорошее А потом, когда я подрос Этот простой текст стал для меня не очень простым И я подумал А нет ли тут моего эгоизма Хочешь сделать хорошее, чтобы тебе сделали Сделай ты хорошее Хочешь, чтобы с тобой поделились игрушкой Дай ты кому-то игрушка Хочешь, чтобы тебя яблоками угостили Виноградиком кого-то угости А нет ли тут какого-то такого обмена И нет ли тут эгоизма Что я все равно себе хочу И с кем-то делюсь Кому-то оказываю какое-то внимание Кому-то делаю какие-то Вот вещи такие, знаете Вот очень хорошие, располагающие А не для того ли я делаю Чтобы потом мне Обратно сделали И я смотрю на этот текст Священного Писания И начинаю думать немножко по-другому И так во всем Как хотите, чтобы с вами поступали люди Поступайте и вы с ними Ибо в этом закон и пророки Входите тесными вратами Потому что широкие врата И пространен путь ведущий в погибель И многие идут ими Почему эти тексты написаны И сказаны вот рядом Христом Он как бы говорит о том Что, послушайте Вы Вот Если хотите Вот чтобы все было хорошо Вы поступайте с людьми хорошо Поступайте с другими Так, как будто бы вы Любите их Так, как любите себя С этим, конечно, у людей Проблем не возникает абсолютно никаких Потому что нам кажется Что себя уж мы точно любим Но когда посмотреть Если вот допустим Послушать проблемы человеческие Послушать то О чем говорят сегодня психологи Что советуют людям Они наоборот говорят Вы себя не любите Вы себя недолюбливаете Вы неправильно себя любите Все проблемы в вашей жизни Из-за того, что вы себя не любите Я когда окунулся Вот в этот Вот в этот Аспект И посмотрел просто в интернете Я ужаснулся Насколько люди Психологи Сегодня учат Любить себя Что оказывается Мы и себя Любить-то не можем Очень интересная тема Такая раскрывается Когда мы начинаем думать О том Что мы должны С людьми поступать так Как бы я поступал С собой любимым С другой стороны Я читаю Текст Священного Писания И Христос говорит Если хочешь идти за Мною Отвергни себя И я думаю Как же я так могу Совместить эти две вещи Как я могу Любить других людей Как я люблю себя Если себя я должен Отвергнуть Слова Христа Обращенные На тот момент К людям Они были Достаточно известны Известны они были Еще потому что Они записаны В книге Левит В 19 главе 17-18 стихи И здесь записаны Такие слова Не враждуй на брата твоего В сердце твоем Обличи ближнего твоего И не понесешь За него греха Не мсти И не имей Злобы на сынов Народа твоего Но люби ближнего твоего Как самого себя Я Господь Я думаю Вот что Какую любовь Открывает нам Священное Писание В нашей жизни Жизни христиан Это любовь Совершенно другая Это любовь Которая не связана С эгоизмом Не связана С себелюбием А связана С тем Что написано В конце Я Господь Не зря здесь стоит Эта приписка Потому что Вся любовь В нашей жизни Она как раз Основана на том Что я Господь Не он Господь А я Господь И все Что я делаю В своей жизни По отношению К себе Любимому Вот моя любовь Она строится Вокруг меня Когда я Господь И вот тогда Я все делаю В своей жизни Для себя Тогда я люблю себя Тогда я обожаю себя И все Что бы я не делал Поверьте Это все сделано Только для меня Нам так хочется Конечно же Чтобы нас тоже любили И я себе думаю Вот так Если взять И представить Примерно Вот написать Такой список Или что-то Вот такое Придумать Вот что бы я хотел Чтобы мне сделали Что мне люди должны И что бы я сделал Для других Я думаю Что вот этот список Был бы гораздо длиннее Почему-то И нам хочется Я даже смотрю По себе Мне очень хочется Чтобы мои дети Подошли ко мне И сказали И спросили Папа А что тебе сделать Чем тебе помочь Вот мне очень хочется Чтобы так происходило И здесь Там в Америке В Австралии Есть такие Проходы В скалах Он где-то Ну не знаю Сантиметров 50 Наверное И в высоту Там метров до 100 Доходит И вот люди Такой у них Знаете Ищут себе эмоции И они проходят Через вот такой Вот узкий коридор Там ничего не пронесешь И он даже Руки две Не может поставить рядом Настолько узко Он так боком идет И очень-очень-очень Длинный путь И вот там даже На картах нарисованы Люди платят деньги Для того чтобы Пройтись по вот этому И испытать особые Такие ощущения Не знаю Я в лифте Даже долго Не могу ехать Не то чтобы Пройтись по такому каньону И по узкому-узкому пути И человек идет И у него ничего нет Он не может взять С собой какую-то Бутылку воды Он не может взять С собой кирку какую-то Он не может взять С собой рюкзак какой-то И вот Христос говорит Что если вы Хотите по-настоящему По-правильному Любить себя И соответственно Любить других людей Потому что не любя себя Как ты можешь возлюбить Ближнего Если ты себя не любишь Христос говорит Так ты правильно Научись любить себя И сможешь ты Протиснуться Так как Когда у тебя Вот этого мешка Не будет Себелюбия и гордости Вот этой любви Которую мы Себе представляем Входите Вот этими Тесными вратами И тогда Вы сможете Войти в них Если только Оставите это все Отвергни себя Возьми крест твой И следуй за Мною Говорит Иисус Христос И люди не понимают О чем же может Ити речь А речь идет о том Чтобы прежде всего Научиться правильно Любить Бога Отвергнуть себя И через призму Любви к Богу Правильно Научиться Любить себя Для того Чтобы людей Ты мог полюбить Полюбить И увидеть В людях Вот то Что видит В них Сам Господь Как я могу Любить людей Если я смотрю На них чисто Вот человеческими глазами Ну по правде Скажите Подумайте О тех С которыми Вы работаете С которыми Живете рядом Там соседи ваши Как я могу Их любить Если смотреть на них Чисто человеческим взглядом Они же меня не понимают Они наоборот Зла мне хотят Они наоборот Знают Когда я Прихожу Там хочу отдохнуть Они музыку погромче Включают Ну как можно Любить таких людей Как можно любить Соседей У которых только Претензии ко мне Что я там шумлю Там я их затопил Там что-то сделал Не так Там я дверь Слишком громко закрываю Там или мои дети Слишком шумно ведут себя По-человечески Никак Братья и сестры Но никак Мы не сможем полюбить Ни себя правильно Ни людей Если не будет у нас Вот этой Божьей любви Если мы не научимся Любить ближнего Как Самого себя И самого себя любить Не так Как я люблю Себя хорошего С этим грузом Большим Багажом Себелюбия Эгоизма Эгоцентризма Такого А любить себя Именно так Как Христос Возлюбил меня И подходит Юноша Подходят люди Я думаю Что несколько раз Были такие вопросы Христу Потому что В Священном Писании Несколько раз встречается Именно этот текст Священного Писания Но продолжение Всегда разное А суть его заключается Простая Книжники подошли И сказали Спрашивают Христа А какая Наибольшая заповедь И Христос отвечает Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем Твоим И вторая Подобная ей Возлюби Ближнего своего Как самого себя И люди не знают Что ответить Христу на это И спрашивают Как написано Спрашивал его Пытаясь Христа Вот поймать С лукавством Спрашивает А кто мне Ближний Потому что Не понимали К чему Христос Ведет А как можно Любить ближнего Этого Как самого себя Потому что Себя-то я люблю Совершенно по-другому И Христос Объясняет И говорит людям О том Чтобы Что в начале Этой любви Стоит Отвергни себя И это Достаточно Сложно Для нас Потому что Наш эгоизм Наше себелюбие Оно Достаточно Сильно Сидит в нас И достаточно Сильно Крепит Вот Крепко держится За то Что есть у нас Внутри За наше я Невозможно Это сделать Если вот Своё я Не сбросить И тогда Когда Господь Поселяется Вот на троне Нашего сердца Когда в конце Как мы в книге Левит читали Возлюби ближнего Твоего самого себя Я Господь И когда в нашей жизни Действительно будет Он Господь Вот тогда я действительно По-настоящему Смогу полюбить Люди перевернули В своей жизни Как-то Я смотрю Вот на людей Неверующих Общаюсь с ними И с верующими Многими И люди немножко Повернули Вот причинно-следственную связь Перевернули наоборот Слово Божье Говорит Вот Ты должен Христа Бога Полюбить Потом ты научишься Любить себя И будешь любить Других людей А люди думают Наоборот Что если я буду Просто хорошим Человеком И всех любить Условно Делать всем добро Делать всем Всего хорошего Чтобы ничего плохого Не украсть Не убить Чего-то плохого Не сделать То тогда Уже Бог посмотрит На мою любовь И сделает Такой вывод Что я вот Хороший человек И наверное Скорее всего Он впустит меня В Царствие Небесное А Христос говорит Вам надо Посмотреть на эту любовь По-другому И своей жизнью Он показал Каким образом Это все по-другому Будет происходить В жизни человека Надо Свергнуть Вот этого Своего царя С трона И посадить Туда Господа И когда Возлюби Ближнего твоего Как самого себя Я Господь Когда так будет В моей жизни То тогда Ты перестанешь Быть для себя Богом Тогда все станет На свои места Возлюби ближнего Это вообще Такая история Про самоотвержение Как только Ты начинаешь Делать что-то Ближнему Ты понимаешь Тут же Что ты ущемляешь Либо себя Либо своих родственников Либо свою семью Все время Какой-то такой Начинается Дискомфорт Непонятный Потому что Ближний Начинает Забирать У тебя Время И ты думал Что вот Это время Очень быстро Раз Сделал Помог Что-то И вернулся В семью Что-то Делаешь А оно Забирает Столько Много Времени Что Казалось бы Какой-то Ущерб Какой-то Дискомфорт У тебя Начинает Возникать И сатана Начинает Играть Вот этими Вещами И говорить Да ладно Тебе С тем Ближним Ты сначала С собой Разберись Это Такое Самоотвержение Знаете Когда Христос Когда вот Этот стих Раскрывается Во всех Красках Отвергни себя Отвергни себя Без этого Невозможно Научиться Ни себя Любить Ни ближних Любить Отвергнуться Себя Это Достаточно Сложная Такая Вещь Потому что Мы достаточно Себя Воспринимаем Такими Знаете Личностями И этим Все сказано Мы готовы Бороться За то Когда нашу Личность Ущемляют Мы очень Сильно Готовы Доказывать То Когда С нами Спорят А мы правы Либо Вообще На нас Говорят Какие-то Вещи Которых Там Не существовало Не было А нам Говорят Что такое Было Ну тут Мы готовы Уже Просто До конца Идти Но чтобы доказать Я вспоминаю Одну историю Которую мне рассказали Про пастора Который служил Еще во времена Советского Союза И однажды Он пришел на посещение К одной Очень пожилой сестре И когда Он к ней пришел И постучался В двери Она была Занята тем Что считала Свои деньги Там с пенсии Сколько у нее там осталось И она сидела за столом И считала Там что-то записывала Себе спланировала И когда она услышала Что кто-то стучит в двери Она сложила Этот платочек С деньгами И поставила Его За картину Чтобы Ну она не знает Кто пришел Чтобы денег на столе Не было Она пришла Брат пришел Они сидели Пели песни Общались Все было хорошо Попрощались Брат Этот пресвитер Ушел Она вернулась Вспомнила С чего все начиналось Что она считала Деньги Начала искать деньги А денег нет Ну их нет Она их прятала Обычно под клеенкой Подняла клеенку Там денег нет Обыскала все Что она может И денег она не находит Вот память Не может Она вспомнить Куда она Дела эти деньги Деньги пропали После ухода брата Она пришла К братьям И говорит Братья Такая случилась история Ничего не хочу сказать Но пришел брат Пресвитер Посетил меня Пообщались мы с ним Он ушел И денег не стало Вызывают этого брата И говорят Брат Ты приходил на посещение Да приходил Вот ты ушел А денег не стало Что же делать Что бы каждый из нас Сделал бы на этом месте Брат говорит Я денег не брал Но вот прилюдно Как бы Такое вот сказали На меня Я считаю Что я должен Этой сестре Дать сумму денег Которую она назовет И пожалуйста Освободите меня От пресвитерского Служения Никто никому Доказать ничего не может Этот брат Очень спокойно И очень тихо Ушел в сторону В скором времени У него случился Сердечный приступ И он умер И очень многие люди Знаете что сказали? А потом прошло Определенное время И эта сестра Позвала молодежь Чтобы делали ей ремонт И вот начали они Все выносить И красить стены И чтобы покрасить Эти стены И переклеить обои Они сняли картину И оттуда Выпали эти денежки И тогда Сестра вспомнила Мгновенно Просто память Вернулась к ней В сию же секунду Она вспомнила Этот момент И когда она Поставила туда Эти деньги Перед всей церковью Она пришла И рассказала Эту историю Все очень плакали И для Всех членов церкви Это был Большой пример того Как можно Смирять себя Как можно При том обвинении Которое якобы На тебя Говорят прилюдно Можно Оставаться Тем человеком У которого На первом месте В сердце Христос А не мое Личное Я Потому что С моим Личным Я Так поступить Невозможно Если у меня Здесь личное Я Будет А Христос Только присутствие В жизни Я до последнего Буду доказывать И рассказывать Брат этот Был достаточно Смиренный Для того Чтобы Я не знаю Понимать Что Бог Проводит Через определенные Какие-то уроки И возможно Эти уроки Даже не для него И эта история Закончилась Таким вот Знаете Большим Грандиозным Открытием Для очень многих Людей Что значит Любить ближнего Что значит Отвергнуть себя И взять кресло И следовать за Христом Следуй за Мною В Священном Писании Когда мы читаем Знаете Здесь достаточно Такие Категоричные вещи Говорит Христос Которые не оставляют Нам Какой-то второй мысли Подумать Ну Христос не говорит Так Вы знаете Вот в жизни Могут быть Разные ситуации Но Если вот Вы хотите Вы с людьми Поступайте Вот так И с вами Будут поступать Хорошо А Христос Говорит Достаточно Категорично И людям Которые К ним подходят Он говорит Первая заповедь Возлюби Господа И сразу же Он говорит Вторая заповедь Возлюби ближнего И люди Спотыкаются Именно об эту заповедь Потому что Я люблю Господа Сказать Это может каждый И можно даже Дела какие-то Большие делать И все со стороны Будут видеть Что ты любишь Господа А вот ближний Вот он И кто оказался Ближним Который попался Разбойником Кто ему ближний Оказался Тот который Милость оказал А вот это Все могут увидеть Как ты ближнему Своему Относишься И Христос Не сказал Одну заповедь Выполняй А вторая Уже как получится Он говорит Возлюби Господа Бога твоего И ближнего твоего Как самого себя Как я себя люблю Как я отношусь К ближнему моему Евангелие От Матфея Это 20 глава С 25 стиха Иисус же Подозвав их Учеников своих Сказал Вы знаете Что князья Народов Господствует Над ними Или Можи Властвуют Над ними Но между Вами Да не будет Так А кто хочет Между вами Быть большим Да будет Вам слугою И кто хочет Между вами Быть первым Да будет Рабом Учеников Христа Даже были Какие-то Такие вещи Связанные С тем А как Это первенство Как Его Правильно Понимать И Христос Сказав Эти слова Как бы Раскрывает Вот эту Суть Любви Которая Должна Быть Между Учениками Христос Показывает Эту любовь Своей Жизнью Жертвует Собой Еще пройдет Немножко Времени И они Увидят На кресте Эту Любовь Они поймут Все величие Любви Они поймут Весь премудрый Вообще Замысел Божий А пока что Они копошатся Вот тут Вот и думают А кто же Будет Главным И Христос Показывает А любовь Здесь Главная И если Хочешь Быть первым Послужи Если Думаешь Быть первым То слугою Будь А как это делать Без любви Никак не получится Не служить Друг другу Нам с любовью Не получится Не делать Что-то Хорошее Своему ближнему Не потому Что бы Он мне Потом отдал И воздал А потому что Я Бога люблю Не потому что Я свое Эго утешаю И хочу Чтобы вот Равновесие Было какое-то Мне подарили На свадьбу Кинокамеру И я им Подарю Кинокамеру Мне подарили Или там что-то Вот такое И я им подарю Точно такое же По-человечески Все правильно Вроде бы А по-божьему Оно не так А по-божьему Делает Тому Любовь Кто тебе Вообще Ничем не отплотит И никогда Не сможет И не будет Возможности У него такой И для меня Вот это Слово Божие Которое говорит Так во всем Поступайте Поступайте с людьми Как вы хотите Чтобы с вами Поступали И дальше Идите Этими тесными Вратами Для меня Откликается Очень сильным Таким Резонансом Что я не смогу Идти по вот этому пути Если у меня Со мной Ничего не должно быть Никакого Моего эго Моего я Только Господь Должен быть В центре моего сердца Он должен быть Господом И вот только тогда Я смогу И себя правильно Видеть Свою любовь К себе В себе видеть Себя любить Так как Бог меня возлюбил И точно так же И ближнего своего Почитать выше себя Быть слугою ему И в этом Такое особое Проявление любви И так во всем Последние будут первые И первые будут последними Узкие врата И широкие врата Это две такие иллюстрации Которые люди Прекрасно понимают О чем идет речь И конечно же Все понимают Что по узкому пути Ну очень уж сложно А по широкому Легко А про узкий путь Написано Немногие Находят его Они находят Братья и сестры Да потому что И не ищут многие Не ищут люди Сложных путей Все хочется По простому Все хочется По человечески Все хочется Урегулировать Мир во всем мире Дружим со всеми А сатана не дремлет И показывает Что на самом деле Все не так просто И вот это простое правило Этот простой Обычный золотой стих Который Я раньше считал Наверное Одними самых простых Текстов Библии Ну что тут простого В этом весь закон И все пророки Все можно вот так вот Даже читать ты не умеешь Выучи один этот текст И поймешь всю суть Библии Всю суть любви Да это так Но в жизни Когда начинаешь поступать Когда начинаешь вот думать Вот именно через призму Божественной любви То все становится Каким-то таким Достаточно тяжелым И тогда начинаешь понимать Что если в конце написано Я Господь И имеешь ввиду Бога То все получится А если поступай с людьми Так как ты хочешь Чтобы с тобой поступали И в конце Я Господь То тогда не получится Ничего Я призываю вас сегодня Проверить свою любовь Проверить свою любовь К ближнему Проверить свою любовь К тем Кто находится рядом с нами Какой любовью Мы их любим Корыстной Преследующей что-то Либо эта любовь Такая Какой Бог смотрит На этого человека Да благословит нас Господь Чтобы мы Любили других людей И самое главное Любили Господа нашего Который открывает нам Истинные границы Безграничной своей любви Слава Ему за все Аминь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова